Я приветствую тебя, миром Господа Иисуса! Это один из выпусков международного семинара, который транслируется через социальные сети. В этом выпуске семинара за вторник, 17 ноября 2020 года ты четко и быстро поймешь проект Божий для твоей жизни. И сегодня мы начнем новую тему. Это тема слова. Смотри дальше этот выпуск, где об этой новой теме будет говорить пастор Жадалти. Я хочу поприветствовать миром Господа всех наших братьев и сестер, которые с нами через социальные сети Христианской Церкви Маранафа. И сегодня один из выпусков нашего международного семинара который продлится около пяти минут. Максимум до десяти минут. Сегодняшняя тема — это продолжение того, что мы уже говорили ранее, о благодати, о крови, о ее силе, о том, как взывать о крови. У нас есть много свидетельств от людей, которые получили исцеление во время того, когда они взывали о крови Иисуса. И это нас радует, потому что это не действие человека, но действие Духа Святого в жизни каждого, кто имеет отношение с Богом. И сегодня, в среду, 17 ноября, мы начинаем новый этап, новый модуль, новую серию по теме слова. И я хочу сегодня дать начало этой серии выпусков как послание Бога для твоей жизни, лично для тебя. Первое, что хочу сказать, и что все знают, что твоя душа бессмертна, она не умирает, и она никогда не умрет. Но когда душа отделяется от тела, она переходит в одно из двух мест. Вечность с Богом или вечность без Бога. Тот, кто определяет, где твоя душа будет вечна, это ты. Некоторые говорят, что это делает Бог. Но Бог говорит в Своем Слове, что личность, которая имеет право выбрать и выбирает судьбу своей души, это ты. Если ты можешь сделать этот выбор, значит, ты можешь определить судьбу своей души в вечности. Ты можешь сейчас выбрать небо. Но если ты думаешь, что этот выбор можно оставить на другое время, то ты уже избрал вечность без Бога. Ты уже определил, что вечность с Богом не для тебя. Если ты умрешь сейчас, ты отправишься туда навсегда. Туда, откуда нет выхода. Если ты не умираешь сейчас, ты продолжаешь идти в вечность без Бога. Но, конечно, ты хочешь быть на небе. И чтобы быть уверенным, что ты там будешь и будешь радоваться, что нужно сделать, есть четыре момента, которые тебе нужно понять и искать, чтобы их сделать. Первое. Признай себя грешником. Библия говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3.23. Ты грешник. Второе. Признай, что ты не можешь войти на небо своими силами. Например, ты делаешь пожертвование, но ты не сможешь через это войти на небо. Третье. Верь, что только Иисус Христос может привести тебя на небо. Почему? Потому что Он единственный, кто умер, пролил свою кровь, которая есть Его Дух Святой, чтобы ты мог быть участником вечной жизни с Богом. В Библии говорится, Иоанна 14.6. Я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иисус не сказал, что Он один из множества путей, но Он сказал, что только Он есть путь. Четвертое. Прими Иисуса Христа как своего единственного Спасителя. Библия говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяние 16.31. Некоторые скажут, я еще молод, я оставлю это на потом. Но хочется сказать, не обязательно быть пожилым, чтобы быть близким к вечности. Пророчества из Библии говорят, что Иисус Христос скоро вернется на землю, и это исполнится в наши дни. И вопрос в том, какой будет твоя жизнь, в день возвращения Иисуса. Подумай об этом. Иисус единственный, кто может помочь тебе иметь благословение. В книге Откровения 22.7 говорится, «Се гряду скоро». Завершая, я скажу следующее. Если ты не хочешь выбрать небо, ты идешь в вечность без Бога и находишься под его гневом. Неверующий в Сына Иисуса не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Яна 3.36. Прими Иисуса. Верь в Иисуса. Признай, что ты грешник. И пойми, никто тебя не спасет. Единственный спаситель — это Иисус. Потому что Он принес из вечности жизнь и Он хочет привести тебя туда, чтобы ты был там с Ним всегда. Да благословит Господь! В следующий вторник мы снова вернемся, чтобы продолжить тему Слова Божия. Библия — Слова Божия. Мир Божий всем! Слова Божия.